16 ноября губернатор Игорь Руденя посетил центр имени Аваева после модернизации. Напомним, что медучреждение отмечает в ноябре свое 145-летие. Сегодня там оказывают медицинскую помощь по 29 направлениям. Кроме того, центр имеет высокотехнологичную лабораторию, обновленное отделение реабилитации, современное оборудование, благодаря чему имеет возможность расширить спектр оказываемой помощи населению. Продолжит наш корреспондент. В ноябре центр имени Аваева отмечает свой юбилей. Вместе с тем, этот год стал для медучреждений весьма насыщенным. Здесь был сделан ремонт в отделении реабилитации. Перепланировано помещение в коридорах и комнатах современный дизайн, чтобы пациент чувствовал себя максимально комфортно. Но главной гордость делится заведующей отделением новое оборудование. В этом году мы попали в федеральную программу под названием «Оптимальная» для восстановления здоровья и медицинская реабилитация. И в рамках этой программы мы получили ряд медицинских изделий, несколько десятков единиц физиотерапевтического оборудования, реабилитационного оборудования, что позволяет расширить коечную мощность нашего отделения и оказать полный спектр реабилитационных услуг для наших граждан. Круглосуточный стационар увеличен до 35 коек дневной, до 24. Приобретено более 100 единиц современного оборудования. Все это позволяет оказать помощь более чем 2000 пациентам в год. Отделение после ремонта осмотрел глава региона Игорь Руденя в рамках рабочего визита. Кроме того, губернатор ознакомился с работой централизованной бактериологической лабораторией, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки проводить весь спектр исследований. Игорь Руденя также осмотрел физиотерапевтическое отделение отделения онкодерматологии. Глава региона отметил высокий профессионализм персонала центра. Весь коллектив и переоборудование, оснащение поликлиники, больницы сегодня дает возможность нам говорить о том, что наша российская медицина вышла на другой уровень, которая не уступает никаким западным аналогам. И мы видим здесь молодежь, очень образованную молодежь, научных сотрудников, технологию проведения исследований, медицины, лечения, которые сегодня позволяют говорить о новом этапе развития нашей отечественной медицины. В центре имени Аваева работают врачи 29 специальностей, которые оказывают медицинскую помощь детям и взрослым. В 2021 году по национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом, здесь открылся первый в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. За 10 месяцев текущего года сюда обратились почти 14 тысяч пациентов. Как рассказала руководитель медучреждения Корина Конюхова, за последнее время существенно выросла оперативность исследований, а деятельность лаборатории неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне. Коллектив центра Аваева бесконечно благодарен за те возможности развития, которые нам предоставляются. Я счастлива от того, что работая и руководя таким молодым коллективом, средний возраст, у нас 38 лет, мы не остались в прошлом веке. Аваевская больница сквозь столетия идет с высоко поднятым знаменем. Как отметил также глава региона, в разговоре с журналистами центр унаследовал добрые традиции, которые были заложены при его создании. Напомним, что учреждение было основано в 1878 году потомственным почетным гражданином Твери, купцом-благотворителем Василием Петровичем Аваевым, как бесплатной лечебнице для жителей города.